Новая форма Амкала чисто гармонирует с моей жизнью. Мои наушники, мои очки, мой 2007-й. А ещё я помню, во втором сезоне давал идею по поводу чёрно-розовой формы. Но, ребята, сегодня не об этом. Сегодня мы будем обсуждать то, как же я учился в школе. Да, вот такой вот аттестат у меня имеется, я довольно-таки потрёпанный уже. Да, ребята, до меня с большим опозданием дошли тренды, драфт по школьным оценкам. Это может даже и хорошо, вы знаете, я типа не такой, как все. Когда все делали, я сидел и ждал, ждал своего момента. И вот этот момент настал. Но, естественно, ребята, перед этим я напомню про своих спонсоров с компанией OneX. OneX это высокие коэффициенты, моментальные выплаты и множество спортивных дисциплин. Ссылка будет закреплена в комментарии и промокод PANDOS даст вам приятный бонус на старте. Схему я выберу, отталкиваясь от своих личных предпочтений. Нажимаем крестик и смотрим, какие капитаны у нас будут. Ой-ой-ой, какие классные ребята. Как бы вам так показать, чтобы не спойлерить сразу все оценки. Я сделаю проще. Я сфотографирую и на монтаже уже буду вам показывать оценки по очереди. В общем-то, поехали. Русский язык. Тройка. Ну, берем троечку. Пирес. Как вы понимаете, первые два сразу минусные на меня отлетают, да? Литература. Троечка. Ну, здесь берем Квинтеро. Наверное, впервые за всю историю я сейчас буду рад тому, что я по обществу от знаний получил тройку. Месси. Итак, следующая позиция. Алгебра. И как вы думаете, какая оценка? Тройка. А пацаны на районе интересовались, почему я так люблю Балтику тройку? Да вот почему. Три вообще мое любимое число по жизни. Вот без шуток. Геометрия. И как вы думаете, какая у меня оценка? Тройка. Итак, история России. Тройка. Главная интрига ролика заключается в том, что будет ли у меня хоть одна четверка или пятерка в этом аттестате. Поэтому смотрите дальше, и вы узнаете, как все было на самом деле. Итак, география. Очередная тройка. Банучи. Иди сюда, пешеход. 58 скорость. Следующий урок физика. И как вы понимаете, это снова тройка. Химия. И как вы думаете, снова тройка. Жао канцелло. Ребята, очень интересный факт. В школе я учил испанский язык. Но учил я его тоже так себе, судя по всему, потому что по испанскому у меня тоже тройка. На самом деле, дико обидно. Я хотел всегда учить английский язык, но в школе он у нас был платный, нужно было платить. В семье на то время с финансами у нас были проблемы, поэтому меня отдали на испанский язык. Итак, важная позиция голкипера. Информатика, ребята. Барабанная дробь. Четыре. Историческая хуйня. Всем спасибо. Уууу, классно. Я прям как сейчас помню, мне в 2003 году купили компьютеры, и я прям самый шарющий был, так скажем, в своем классе. Музыка. В музыке, как вы понимаете, я тоже не был особо заинтересован, поэтому по этому предмету у меня тоже троечка. Но если бы сейчас в текущем сознании я оказался в школе, наверное, я бы много времени уделял бы конкретно этому предмету. Изобразительное искусство. Ну что я там это, член могу пригрессовать? Также троечка. Рисовать я не умел. Внимание, ребята. Физическая культура. Четверка. Ууу, спасибо. Круто, классно. Да, ребята, в школе я любил побегать, попрыгать, поэтому и оценка у меня соответствующая. Четверочка. Конечно, до пятерочки опять я не дотянул, но все же среди кучи этих троек как-то уделяется все это дело. Но я думаю, что вы по оценкам поняли, что два моих любимых урока в школе. Это была физра и информатика, соответственно. И как важно заметить, что и то, и другое в жизни мне так или иначе пригодилось. Физкультура это какой-никакой спорт. То есть там тот же Амкал, те же какие-то футбольные челленджи. Ну в целом футбольчик. Хоть я футбол никогда не умел играть. И вот за это мне реально дико обидно. Потом у меня была опять же эта история с травмой. Я долгое время не играл в футбол. И вот сейчас я вспоминаю все это и думаю, блин, ну как же обидно, что вот тогда я не мог никак донести своим родителям, что я хочу заниматься футболом. И я бы, честно, многое дал бы, чтобы вот конкретно в прошлом вот изменить вот, казалось бы, такой простой момент. Отдать своего ребенка в какую-нибудь футбольную школу. Это, наверное, единственная мечта вот из разряда неосуществленных, о которой вот я, наверное, жалею по сей день. Мне безумно нравится этот вид спорта. Но вот от того, что футбольный скилл у меня вот прям никакой уже на протяжении какого времени, это, конечно, меня дико и дико удручает. Но я не расстраиваюсь, можно поиграть в фифу. Кстати, к слову-то, четверочка, это Джордж Бест. Новейшая история. Что это вообще такое, я не знаю. Вот у меня примерно такое же лицо, как у Каларова. Что, что, какая новейшая история. Ну и Ластецкий. Мировая художественная культура. И это Криштиану Роналду. Ну, остальных, ребята, я, наверное, сам уже дособираю. Тут возьму, наверное, Зидорфа. На самом деле, до какого-то момента я стеснялся того факта, что я являюсь троечником. Ну, типа, понимаете, да, если человек узнает, что вы плохо учитесь, сразу автоматом думает, что вы там какое-то необразованное быдло. Хотя, по факту, я не являюсь, наверное. Но я думаю, что вам не стоит напоминать о том, сколько миллиардеров в свое время бросили в школу, и в итоге стали теми, кем они стали. Билл Гейтс, Цукерберг, вроде Тин Кофф. В общем, там список бесконечный. Почему троечники успешнее в жизни? В дни правил троечнику хочется свободы, но он не делает уроки ему. У троечника в будущем больше энергии созидания, а у отличника больше энергии исполнения. Он привык к пятерке получения. Также, ребята, я напоминаю про свой личный сайт с продажей монет. Ссылочка будет в описании. Я буду время от времени что-то говорить про шкалку, наверное, раз у нас такой тематический выпуск. Все-таки драфт — это не основное мероприятие, ради которого мы здесь собрались. Я уже как-то писал в ВКонтакте пост о том, что школьное время — это было худшее время в моей жизни. Да, возможно, кто-то будет смеяться над этим, но в школе меня презирали за мой низкий рост. Я был самым маленьким, ну, один из самых маленьких. Ниже меня был только один чувак. Вот. Надо мной смеялись из-за моего роста, всячески стебали. Я дружил примерно с такими же ребятами, как я, которые выделялись в чем-то. Вот, например, у меня в школе был друг по фамилии Козлов, Сергей Козлов. И над ним постоянно ржали, потому что... Ну, такая фамилия у него. Типа, Козлик, ха-ха, пиздец, смешно. Поэтому с ним никто не дружил. Также был чувак, который был слишком высокого роста. Над ним тоже, типа, знаете, там, любили поугарать, там, на всякие драки вызывали. Ну, естественно, как это обычно бывает в школах, вызывали на драку только те, кто, очевидно, был физически сильнее того, кого он вызывал. Иногда не вызывали, иногда просто подходили и... Там, я не знаю, по щам били. Без причин. Ну, просто захотелось. Я просто поражаюсь, насколько же... Блин, ну вот я поражаюсь, во-первых, двум штангам. И поражаюсь к тому, блин, насколько же дети жестокие в своем мире были. Вот я вспоминаю все это время. Это просто лютый кошмар. Ну, тем временем я выпускаю один гол, но, в принципе, это не столь так важно, как я уже говорил. Также я помню, когда я заканчивал школу, я ушел с девятого. Практически все родственники в один голос говорили о том, что не надо этого делать, ты что? Нужно учиться до одиннадцатого. Так вот, я не вывозил уже чисто на моральном уровне находиться в обществе таких людей. Ну, вы сами понимаете, когда вас на протяжении всей школы травят из-за роста. Ну, типа, камон, что ты тут сделаешь вообще? Над тобой угорают из-за какого-то твоего физического недостатка, который от тебя, по факту, вообще никак не зависит. Вот, я свалил, и по итогу мне все пророчили судьбу дворника, судьбу, там, какого-то нищеброда. Мне об этом говорили и учителя, и всякие родственники. Тем временем я тут второй гол забил каким-то чудом. Потом я попытался поступить в лицей на радиотелемастер, как-то так это херня называлось. Я отучился, там, полгода или год, где-то так, и просто свалил оттуда. Я в какой-то момент задумался, блин, какой нахер радиотелемастер? Какой нахер гол я сейчас только что забил? Я не знаю, гандикап это заиграл или нет, но у меня сейчас бич с ударами 73 просто в девятину положил. Ну и, в общем-то, ушел я оттуда, и, как вы понимаете, все было не зря. Квинтеро, еще один. А еще одна штанга, это четвертая штанга за сегодняшний матч. В общем-то, вот, так или иначе, я рад, что все сложилось так, как сложилось. Блядь. Блядь. Блин, все, поплыл я. Так, ладно, ребята, я вас учил не сдаваться. Так, хорошо, 4-6. Неужто игра начала мошнить в мою сторону? Охренеть, 5-6. Что тут происходит? Здесь делаем вот так. И перец, боже мой. Чувак, надо было посильнее ударить. Блядь, как не вовремя. Давай, давай, давай. Блядь, куда ты даешь? Я не туда давал вообще. Роналду. Блядь. Понятно, он уже тянет время, крутится, вертится. Ой, я первый раз вообще такую анимацию увидел в этой игре, прикиньте. К сожалению, нам немного не хватило. Статистика у вас на экранах, счет 5-6. А я вам напоминаю, что это все еще футбольный симулятор. Я в это мало верю. Но так или иначе, надеюсь, вам понравился данный видеоролик. И вы поддержите его лайком, может быть, даже. Оставите какой-нибудь классный комментарий. А с вами был я, PandaFX. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Пока. Продолжение следует...